Да, слушаю вас. Здравствуйте, Афтубанк. Да, здравствуйте, Афтубанк. Вектор управления, проводится с правлением в сообществе Дмитриевна. Именно Евгеньевна, вам знаком. Да, а почему интересуетесь? Дмитрий. Ну, если знаком у нас человек, вы сможете ей передать, чтобы ваша банка нас звонила по номеру 8700-2003? Не надо диктовать телефон, ничего передавать не буду просто так. То есть передавать не буду? Просто так не буду. Все за деньги. А в связи с чем этот телефон у вас? Это та же информация, которая стоит 524 рубля 85 копеек. Ладно, можно округлить. Я понял, я понял. Подождите, Дмитрий, давайте выясним. Может быть, я действительно не готов, я просто не понимаю, что такое, что по-вашему, вот вы когда употребляете это словосочетание, что вы хотите донести до собеседника? Конструктивный диалог. Итак, что по-вашему конструктивный диалог? Я вас слушаю. Вы на общении, на контакте сидете. Как это, не еду? Не, 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 вы, мне не надо какие-то версии выкладывать, то, что может произойти. Мы с вами договорились. Если вы не глупый человек, Дмитрий, меня, кстати, тоже Дмитрий зовут. И так вот, если вы не глупый человек, вы употребляете какие-то слова, словосочетания, собираете это все в предложение, то я так подозреваю, вы отчет отдаете тому, что вы говорите. Итак, я хотел бы очень горячо узнать, что такое конструктивный диалог. Я, в отличие от вас, намного глупее, я не знаю. Вот мне говорят конструктивный диалог, а я не понимаю. Может быть, действительно, я просто не готов, тогда действительно. Объясните, к чему готовиться? Что по-вашему конструктивный диалог? Нет, вы сказали, что вы будете готовы. Нет, 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 вы сейчас про допрос говорите, понимаете? Допрос, допрос, это допрос, когда одна сторона задает вопрос, а другая обязана отвечать. Нет, знаете, где-то я слышал, что конструктивный диалог – это некий обмен мнениями с обоюдным уважением собеседника. То есть, человек выкладывает свое мнение, дает ответить и, соответственно, слушает потом собеседника. И если вдруг человек, отвечающий на вопрос, в данную очередь, сказал что-то такое, что не устраивает собеседник, это не значит, что он неконструктивно общается. Он выкладывает свое мнение и всего лишь. Если это не нравится собеседнику, задающему вопрос человеку той стороне, то в том самом случае диалог не становится неконструктивным, наоборот, он приобретает некую интригу. Итак, а что же? Конечно, конечно, а к допросу я не готов, точнее, я никогда не буду готов к допросу. А к конструктивному диалогу я с удовольствием. Это уже наше с ней дело, это не ваше дело. Как мы будем с ней взаимодействовать? Из чего вы взяли, что это ее номер? А как вы, на основании чего вы определили, что этот номер принадлежит именно ей, как собственность? Основной не значит собственный. Она могла у меня взять, она могла воспользоваться сим-картой, которая оформлена на меня, и указать это как цифры, которыми она в данный конкретный момент пользуется. А вы констатируете безапелляционно факт, что это ее цифры? Я говорю тебе просто, что она указана завтра. Так это и указано у вас, но вы на этом основании заявляете фактическое безапелляционное мнение свое, что это ее номер телефона. Нет, это не ее номер телефона, а мой. И ничего никому я возвращать не буду. Конструктивно? Не выдержал. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Ну, сейчас слышно. Компания Эвереса, инспектор Литвикова Лолитя Романовна ведется сзади разговора. Скажите, пожалуйста, это *** Лития Анатольевна, вам знакома? Да. Кем она вам приходится? Сразу заход такой. Круто это ваше? Да, абсолютно никакого значения это для вас не должно иметь. Кем она мне приходится? Ну, если бы это для нас никакого значения не имело, мы бы эти вопросы не задавали. Поэтому вы логику свою оставьте, а Литию Анатольевну к телефончику, пожалуйста, пригласите. Есть такая возможность? А как вы предполагаете, человек может существовать, не эксплуатируя логическое мышление? Как это я могу оставить свою логику и превратиться в идиота? Нет, я вам уподобляться не намерен. Не можете пригласить Лидию Анатольевну к телефону? Значит, передавайте ей наш номер телефона, пусть она сегодня... Не могу. Термин не могу. Очень сильно отличается от термина не хочу. Да. Можете, можете. Могу, но не хочу. Могу. Ну, что ж там у вас... Ну, тогда я передаю маме, если она сегодня нам не перезвонит, будет выездать инспекционная комиссия... От Эвереста! От Эвереста! От Эвереста! А гостей! Ой, гостей! Здравствуйте, управление по задолженности МТС Банк Новиков. Сергей Андреевич, хорошо меня слышно? Нормально. Дмитрия Павловича, могу я вас слышать? Слушайте. Дату рождения вашего, точнее, 0,3, 10, 88, верно? Докладывайте. Верно? Да, докладывайте. Дмитрий Павлович, звонок вам поступает в отношении кредитной карты МТС Деньги в уикенду, на 40 дней у вас находится на просрочке. Что случилось? Почему оплату не производите? Ничего не случилось. А почему тогда оплату не производите? Отсутствие желания. А когда желание появится? Затрудняюсь ответить. Возможно, никогда. Сейчас банк требует от вас оплату сегодня, максимум завтра. В противном случае информация может уйти в бюро кредитных историй. Сама прям ножками. Не справился. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Привет. Кто это? Андрей Анатольевич, меня зовут Дарья, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 31 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы нести оплату в указанный срок? Нет, только не сегодня. Я вас услышала, но я сообщаю, что вы давно не вносите оплату в полном объеме. Сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Не могу с собой еще поделать. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? О, а что такое принудительный порядок? Андрей Анатольевич, если ситуацию по задолженности путем переговоров не удается решить, то банк вправе обратиться в суд или в коллекторское агентство. Вот это да. А в чем... Не, я же спросил четко конкретно. Недобровольный порядок это что такое? То, что вы сейчас назвали, это просто смена звонящих и все. Что вы имеете в виду? Ну, сейчас вы звоните Дарье, вы передадите коллекторам, будет другая Дарья звонить или другой опиздал какой-нибудь. Что вы хотите, Андрей Анатольевич, какой ответ на вопрос вы хотите услышать? Что именно вас интересует? Какой еще ответ на вопрос? Вообще никаких вопросов вам не задаю. Это вы звоните мне тут, пытаетесь засыпать вопросами, а мне плевать что вообще. Мне от вас ничего, никакой информации не требуется, Дарья. Я просто вам констатирую, что такое принудительный этап взыскания, вот по-вашему. Единственный вопрос, который меня волнует, где бояться, в каком месте. Я вам ответила, что если урегулировать вопрос путем переговоров не удается, то вам вправе обратиться в суд или в коллекторское агентство. Ну, начнем с коллекторского. Коллекторы, у них есть лицензия на убийство, может они пытки применяют или что? Или каким образом они пытаются договориться? Кроме как с помощью переговоров по телефону. Ну, коллекторские агентства – это специальные учреждения. Я знаю, что такое. Они могут предлагать к кредитным организациям, возвращать выданные средства. Коллекторы могут действовать на основании агентского договора. Ну, 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 агентские. Агентские 10.05. Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, агентские договоры. Или же покупать долги по договору вступки прав требования. Не 10.05, а 1005. Это во-первых. На основании этой статьи они должны просто донести информацию до абонента, и все. На этом положить руку. 385-я статья. Эта статья подразумевает договор цессии, да? Это, ну, хорошо, купят. Вот сейчас, типа, Тинькову надо отдавать, а потом надо будет отдавать какому-нибудь охуярку из какого-нибудь Эвереста или вашего Феникса, да? Типа, ну, он будет звонить, и точно так же мне пытаться залечить вот эту дичь. Естественно, просто смена звонящего. Сейчас Дарья звонит, девушка с милым голосом, но с неустойчивой психикой, и совершенно неуравновешенная с точки зрения принятия решения. Ну, доказательство тому, работа данная, которая сейчас девушка занимается по имени Дарья. Потом будет звонить вообще бешеный какой-нибудь хрен с бугра, который возомнит себя Амиго, и потому что он коллектором работает. На самом деле это прыщавый идиот, и все, и более ничего. И будет точно так же мне тут лечить, в ухо вкручивать, что там в суд подадут, и все остальное. А у меня за плечами, ну, наверное, пять, по-моему, судов только по мне, и еще по моим друзьям, знакомым, уродственникам с пару десятков. Так, что там про добровольный, недобровольный, где там бояться, в каком месте? Андрей Анатольевич, несмотря на то, что вы мне говорите, я все равно готова помочь вам решить вопрос за должность. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, диалог. Хорошо, уже интрига, уже интрига. Банк готов подождать поступления денег до 2 сентября включительно. Поступит оплата от вас? Нет, меня-то нет. Если вы помогаете Дарья, то тогда там возьмите все необходимые платежные реквизиты и заплатите. Помощь, ну, стиганулась, типа... Андрей Анатольевич, на данный момент я сотрудник банка, и банк уже предоставил вам денежные средства, вы допустили образование просрочной задолженности. На данный момент банк не намерен выдавать вам дополнительные суммы. Да какой банк? Ты же назвони, чтобы помочь, я не могу. Не могу понять, как ты собралась мне помогать-то? Андрей Анатольевич, мы стараемся найти компромисс с вами в сложившейся ситуации. Вы можете уточнить, почему в свое время не получилось произвести оплату минимального платежа? Черная пятница случилась. Я, что, погоник, все бабки, целыми днями по магазинам хожу. Андрей Анатольевич, я вас услышал, но я вынуждена вас уведомить, что каждый день просрочной задолженности ваша сумма долга... Да, ты с ума сошла, Даш. Ты получишь свою великолепную зарплату и беги скорее в супермаркет какой-нибудь, там черная пятница, представляешь? Купил сегодня рубашку, которая стоит по 5 с половиной тысяч, а я ее купил за 3 999. Ну какие чертовой матери проценты? Андрей Анатольевич, зачем вы сейчас мне это сказали? Вы хотите, чтобы я ответила вам грубости на грубость? Этого не произойдет. Какой грубость? Мы продолжим с вами диалог, оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов. Слышишь, ты спросила, голова, в нее мозгов и цены бы ей не было. Я что тебе сказал? Ответил на твой вопрос, ты спросил, а почему не платите? Я тебе говорю, по магазинам хожу, все деньги трачу на шмутье, на шмурдяк, на всякий, рубашку купил себе. Андрей Анатольевич, наличие просрочной задолженности дает право банку увеличивать процентный стафф. Да увеличивайте, я вам что, какая разница, сколько не платить там вам, господи, увеличивайте там своих фантазиях. Если вы добавляете в ситуацию, вы не готовы договориться и предоставить на оплату сумму. О чем вы? Время до 5 декабря. Так вы что, вы там проценты? Не, подождите, добровольные, недобровольные, увеличение процентов, блядь, потом вы опять хотите мне что-то там простить. Я сказал, я пока сейчас бабло все свое не солью, я ничего делать не буду. Алло, Даша. Да, Андрей Анатольевич, я вас слышу. Все, давай фиксируй. Но, тем не менее, устроить. Фиксируй. Что-то там фиксировать должно в этом случае. Чувак тратит бабки по их назначению. Деньги не должны лежать. Условия кредитного договора обязуют вас произвести оплату минимальным платежам по мобилям. Почему вы не попробовали носить оплату хотя бы частями? Да даже не пытался пробовать. Зачем? На рубашку потратил, на брюки хорошие. Что там еще я купил? А, спортивный костюм. Ну, представь себе, смотри, в адидасовском магазине спортивный костюм в простые дни стоит 17 дубов. А сегодня я его купил за 11 999. Ты представляешь себе? Андрей Анатольевич. И еще будет до 4 декабря вот это все будет. Какие там, блядь, платежи? Ты что? В луну въебалась, что ли? Андрей Анатольевич, читаю вашу ситуацию. Банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Да согласовывайте. Я согласен. Давай, давай, согласовывайте, что хотите. Мне просто нахрена-то не надо. Вы сможете оплатить его в удобной льдовоздатой, вплоть до 10 декабря включительно. На оплату первого платежа в размере 21 300 рублей банк готовьте доставить вам время до 2 декабря. Вот такое ощущение, что тебя, блядь, накануне носорог драл, блядь. Вот честное слово. И до такой степени он тебя проткнул, чтобы прям до мозгов, блядь. Ты что, не соображаешь? Я сказал, формируйте там. Как так? Ты же с Тинькова звонишь? Так это общепринятое? Да, он у вас посыпает и заделал. Да, вот так это и есть общепринятая манера общения. Так ты в любом случае, ты в любом случае это сделаешь. В любом случае ты так сделаешь. А это общепринятая манера общения с банком Тиньков. Ты что, не знала, что ли? Андрей Анатольевич, я у вас уточнила информацию. Для вас будет удобно внести 21-2300 рублей? Ты ебнулась, что ли, блядь? Я же сейчас спрашиваю, ты в луну въебалась, что ли? Или что? 21 тысяча. Я себе, блядь, в Тимберленде две пары башмаков куплю. В Тимберленде можно две пары башмаков на эти деньги хороших, зимних купить. Магазин такой, фирмы. Повторюсь, я прошу вас вернуться к общепринятой манере общения. А я это и делаю. Вы готовы как-то продолжить диалог? Я не отклоняюсь от общепринятой манеры общения с сотрудниками банка Тиньков. Это и есть та самая общепринятая манера общения. Именно так спокойно с тобой разговариваю. Андрей Анатольевич, в течение всех платежей по данной программе ни вам, ни вашим близким звонки из банка поступать не будут. Вот это зря. Нет, ну неприятно тому, кто звонит. Мне так, допустим, в кайф. Я вот прям, смотри, ты меня порадуй. Мы вчера с друзьями выпили Джека три бутылки по 0,7. И у меня сегодня голова немного болит. Это прямословие программы. Для вас это очень удобный, максимально выгодный вариант. Джек Дэниелс. Джек Дэниелс только на меду. Он 35 градусов. Офигенная штука с лимончиком. Обалденно. И вот ты мне спасибо, что сегодня позвонила. И мне просто настроение подняла. Андрей Анатольевич, может кто-то может помочь вам с оплатой занять недостающую сумму? На хрена мне это надо? Им же отдавать придется. Они же люди, они же заработали эти деньги. Это же не банк, который, блядь, хрен пойми, где эти бабки берет, блядь. Точнее рисует, я знаю, где они. В рамках нашего разговора мы можем снизить сумму первого платья. Давайте, я же говорю, снижайте что хотите. Какая разница мне? Что вы там кому снизите? Вы готовы гарантировать платеж в размере 10700 рублей до 2 декабря включить? Уже 10 тысяч. А что не 20? 20 в нас же было недавно. А тут уже 10. Слушай, сейчас мы дойдем до того, что вы мне теперь заплатите, да? Андрей Анатольевич, пытаемся найти компромисс с вами в сложившейся ситуации. Мы пытаемся, смотри, смотри, как круто получается. Сначала 30, потом 20, сейчас уже 10. А сейчас еще чуть-чуть 5, потом 1, а потом уже минус 5 будет. То есть уже ты мне будешь башлять. Вот когда до этого дойдем, я тогда тебе скажу, окей, согласовали. Поехали. В мою сторону, бабосы. Андрей Анатольевич, с учетом возникших финансовых стручностей, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию. Я же тебе объяснил. Например, у нас же льготные условия оплаты в задолженности. Для этого я переключу вас на специалиста, который подобно подконтактирует по вашим вопросам. А сама что, не вы... Сука, ты жестокая, под поле бросаешь... Вы готовы сейчас обсудить льготные условия оплаты? Не вывезла, да? Эй, блядь. Андрей Анатольевич, вы готовы сейчас обсудить льготные условия оплаты? А я что делаю? Ну ты не понимаешь, что ли? Ты что, не слышишь русский язык, не знаешь? Я же с тобой это и обсуждаю. Какие вы... Андрей Анатольевич, от каждого дата платежа вы усугубляете ситуацию, что я пишу, что банка на правильную... Ты сейчас перданула, да? Ты сейчас перданула, да? ...900 рублей для оплаты задолженности банка... Ой, блядь, нас сменила. Ай, блядь, по голову. Мозгов бы тебе. Цены бы тебе не было, блядь. Пока давай. Чудодейка. Следующий. Здравствуйте. Здрасте. Это какая-то финанская дистанция. Меня зовут Бринштейн Галлианина. Звание по поводу вашего договора займа. У вас уже шестой день просрочки по договору и сумма к оплате 19 819 рублей. Пожалуйста, громкую связь. Это я слышу себя, а не вас. А как по-другому должно быть? Хотите говорить и себя не слышать, что? Никакой громкой связи нет у меня. С чего вы взяли, что громкая связь? Вот пройдет зеркальное отражение голоса. Ну, я здесь причем. Виталий Сентинович, да, поясните, почему в жизни не оплачиваете платежи? Он потратил бабки, да и все. Куда потратили? Какая разница, куда их тратить? Деньги мне, куда думаете, потратить? Черная пятница была. Все, растринькал. У вас в тот день просрочки и вы нарушаете обязательно по своему договору. С договора с условием договора должны в первую очередь закрыть ваш договор. Ваш платеж по договору, который вы обязаны были оплатить 6 дней назад. Потом уже думать о Черной пятнице и о других днях. Я так не считаю. У меня свои мысли на этот счет. Вы подписывали договор, вы соглашались со всеми его условиями, в том числе с датой. У вас что-то не устраивает? У вас в моем поведении что-то не устраивает, да? Мы ждали этот подтвержденный день назад. Нарушайте условия договора, а не понарушайте законодательство. Ну, соответственно, может быть. Процесс выставления сейчас идет, да? То есть вы сейчас составляете, выставляет требования. Это процесс какой-то сейчас. Вы пишете, да? Готовите документ на основании 165.1 ККРФ. Юридически значимый. Вы сказали, вы сказали, вы сказали, что... Так вот, требования это... Это юридически значимое сообщение. Требования. Требования денег. Требования кредитора. Финансовые требования. Это юридически значимое сообщение. Я вам вопрос четкий сказал, задал конкретный. Юридически значимое это сообщение. Или это так? Хали-гали. Хухры-мухры. Лишь бы было. Тогда 165.1 откройте и посмотрите, как должны выглядеть юридически значимые сообщения. На этом этапе пытаюсь с вами еще договориться об оплате. Да и... Не надо ничего. Что за детский сад? Зачем мне это детский сад? Вы еще родителей вызовите моих. Ну вот, все четко по понтик. В общем, вопросы. Нет вопросов. Нет вопросов. Нет вопросов. А я вам что, вопросы задавал, что ли? Вы должны были оплатить ваш зам еще 6 дней. Вам что-то не нравится в моем поведении? Вас что-то не устраивает? Но мне нравится то, что вы не оплачиваете... Ну, вы пострадавшая сторона. Не можете по договору. Да. Договор еще написано. В случае, если вы не смогли договориться с оппонентом, вы оставляете за собой право решать вопрос в суде. Сразу вам говорю, вы со мной не договоритесь. Все, что ли? Жаль. Хорошо, так начинало. Кончило плохо. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Специалист скоро ответит вам. Здравствуйте. Звонок избиробанка России из Николая Сергеевича. Можем услышать? А вы кто? Ваше имя как? Я представлюсь. Я специалист Рапетникова Елена Алексеевна. У нас диалоги записаны. Фамилию не услышал. Нет, я общаюсь. Фамилию, пожалуйста, сообщите свою счет. Трапезниковой. Трапезниковой? Блядь, не повезло тебе. Да, все верно. С фамилией. Ну я, да, слушаю. Вам сейчас звонок поступило из управления по работе проблемной задолженности. Диалоги записываются. Николай Сергеевич, я вижу уже с вами общались мои коллеги по поводу двух ваших кредитов и кредитной карты, по которым у вас на сегодняшний день общая сумма задолженности составляет уже примерно 29 350 рублей, что нарушает 30 мин на 209 статус гражданского кодекса в части обязательств. А с какого банка еще раз? С какого банка еще разочек, пожалуйста. С Бергбанк. Понятно. Какая буква там посередине в этом слое? Торопись. Слушай, не то, что ты сказал, а как ты это делаешь. Мы с вами на ты не переходили. Прости. Слушай, подожди, 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 подожди. Мои коллеги будете лично уже общаться. Там не картавы. Ссорит, друзья. Я ничего против людей, но вот с директорами речи не имею. Трапезникова со Сбербанка. Тяжко какие. Привет, друзья. Это я, Кузнецов Дмитрий. Я руководитель и основатель ведущего юридического оператора на территории России компании Алиам. Многие из вас хотят встать на пути банковского беспредела, помочь как можно большему количеству людей. В частном формате реализовать серьезные амбиции невозможно. А начать бизнес с ноля сложно и рискованно в финансовом плане. Компания Алиам на рынке юридических услуг не первый год. И мы прошли все этапы становления. Начав практически с ноля и трансформировавшись в серьезную и крупную юридическую компанию, помогающую тысячам людей. Алиам заслуженно считают народным брендом. И мы гордимся этим. И теперь мы готовы предложить вам сотрудничество в формате возвратной франшизы. Возвратная франшиза – это наше ноу-хау. И единственное подобное предложение на рынке. Итак, присоединившись к нашей команде в качестве полноценного партнера вы получаете возможность построения полноценного бизнес-проекта под крылом мощной, зарекомендовавшей себя на рынке организации. Вы сможете гордо заявлять о себе как о представителе компании Алиам. Тем самым вы уходите от возможных финансовых и деловых рисков, так как за каждым из наших партнеров на любом этапе сотрудничества будет закреплено несколько опытных кураторов, которые будут помогать вам и уводить вас от ошибок и просчетов на всем этапе сотрудничества с компанией. Мы обеспечим вам комфортное построение бизнеса. Теперь коротко о финансовых условиях партнерства. Внимание! Стоимость возвратной франшизы – 150 тысяч рублей единоразово. Прошу заметить, мы не будем обсуждать предложений о рассрочке. Взамен вы получаете, как уже было сказано, полное информационное сопровождение. Все протестированные нами необходимые для данного бизнеса инструменты, а именно рекламная поддержка, известный бренд, протестированная и настроенная СРМ, которая не позволит запутаться и потерять клиентов на всем этапе работы с ними, отлаженная IP-телефония, сайт, написанный по всем правилам, и домен к нему. Все это будет сформировано в рамках четкого, понятного сценария, который приведет вас к действительно нужному результату. Приглашаем заинтересовавшихся отправить свои контактные данные на электронную почту. С вами свяжется наш специалист. Адрес электронной почты также указан под видео. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «АЛЯМ». Надеемся на полноценное, долгое, взаимовыгодное сотрудничество. Удачи, друзья! Вам и вашим близким во всех ваших свершениях!